Деньги, денежки блестящие, Мятые вы или хрустящие, Старые вы или новые, Все равно люблю вас, люблю вас я. Деньги, денежки блестящие, Мятые вы или хрустящие, Все равно люблю вас, люблю вас я. Ой, девочки, я всегда мечтала сниматься в кино, Но почему-то именно такие режиссеры никогда не обращают внимания на таких, как я. Почему? Я не знаю. Ты знаешь, что режиссер... Наверное, там Блад. Значит, Гульбахор, поверь мне, этот человек работает строго и сугубо профессионально. Я тебе, знаешь, что я скажу? Я тоже не попадала в его картины, к сожалению. Но именно потому, что у него есть определенное творческое видение, и он как раз работает далеко не по Бладу, уж поверь мне. А у него, интересно, главная героиня его фильмов, они одного типажа или всегда разные? Всегда разные. Мало того, у него же международные проекты, у него такой широкий круг общения, что нам и не снилось, называется. А ты знаешь, что он был генеральным президентом или генеральным директором казахфильма? Киностудии, казахфильм. И он отличный, помимо того, что режиссер, он еще отличный хозяйственник. Это мужчина, это очень многогранно. Да художник он. Я хочу представить сегодня нашего гостя. Это извечный режиссер, кинопродюсер и просто многогранный человек. Сергей Азимов. В студию. Вы сегодня в Малине. Вы знаете, мне очень приятно. Сегодня я попал, надеюсь, не на растерзание. Боитесь женщин? Нет, вы знаете, бояться женщин, это быть, ну, я не знаю кем, быть идиотом. Слабаком. Да, потому что женщин, нет, женщин нужно любить, женщин нужно уважать, потому что любящая женщина, одно из самых великих дарований, которые нам подарил Всевышний. Когда женщину ты обидел, или женщина в гневе, или женщина, которая, ну, как бы испытывает к тебе отрицательные эмоции, страшнее существа, чем женщина нет. А вы испытывали это на себе? А вы испытывали это на себе? Вы знаете, я думаю, что каждый человек испытывал разные ощущения и впечатления, и переживал, пропускал через себя. Просто многие боятся в этом признаться. Чтобы понять вот эту женскую любовь, если в этом мире мужчина что-то более или менее приличное смогли создать, то я вас уверяю, в большинстве случаев, за исключением, может быть, каких-то исключений из правил, все это согрето любовью к женщине. Сергей, у вас есть такая женщина, которая вас вела, ваша муза, или кому вы хотели понравиться в своем творчестве? Есть такая женщина, которая вас вела, ваша муза, или кому вы хотели понравиться в своем творчестве? Я думаю, что прожив 63 года, конечно, я достаточно поздно жениться, 32 года. На эти 30 с лишним лет это может быть один из самых плодотворных периодов моего творчества. Но и до того я сделал несколько картин, которые мне дороги, которые мне принесли имя. Вот уважение к женщине, я, может быть, вам покажусь старомодным, но вот этический момент для меня крайне важен. Я бы с огромным удовольствием вам рассказал, и я одно могу сказать, что все женщины, которые были и встречались на моем пути, я им искренне благодарен. Я им искренне благодарен, и они мне дали очень многое. А были ли у вас отношения с актрисами, которые играли в ваших фильмах, личные отношения? Вы знаете, я отвечу о том, что без любви, без чувств не бывает ни одной роли. Если вы хотите услышать от меня, была ли у меня интимная близость, я на этот вопрос отвечать не буду. А я хочу... Ну, вы знаете, я очень-очень, может быть, можно любить, как ни странно, да, и желать, и испытывать от этого не мазохизм, а вот это... Муза. Платоническое состояние. Влюбленности. Я хочу спросить, любовь для вас – это совершенно другое понятие, а влюбленности может быть много, а любовь в вас одна. К сожалению, с возрастом количество влюбленностей, я не знаю, на одни сутки, или на один месяц, уменьшается. И это очень жалко. Я помню, когда мне было там... Качество влюбленности на одни сутки уменьшается. Да вы мачо. Вы знаете, когда мне было лет 19, лет до 25, я в день влюблялся там по многому-многу раз. Но это были какие-то мгновения. Я вот помню эти случаи. И даже вспоминая, да, я испытываю какое-то огромное человеческое, даже не душевное, а духовное удовольствие, да, потому что жизнь наша, ее можно по-разному формулировать. Я ее формулирую для себя достаточно определенно. Вот Всевышний создал мужчину и женщину. И вот все, вся основная коллизия, все основные радости, победы, трагедии, поражения, боль и великое наслаждение строятся между взаимоотношениями мужчины и женщины. Вы знаете, ты можешь быть там генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, ты можешь быть музыкантом, ты можешь быть кем угодно, да, но какой ты настоящий, да, на самом деле ты мужчина или нет, знает только женщина. Мужчины же существа достаточно непростые, но вместе с тем в каких-то своих проявлениях достаточно грубые, однозначные и даже примитивные. Им нужно все и сразу. И, вы знаете, не угождать, а понимать мужчину – это… Это большой труд. Я считаю, что это большой труд. Это и труд, и подвиг. А я думаю, не всем дано даже. Наверное. И вы знаете, я вам одно хочу сказать. И тут одной любви, одних чувств недостаточно. Тут должно быть какое-то огромное уважение, умение увидеть достоинство, несмотря на несносный характер. Он не может быть… Сейчас другие мужчины пошли, да? А вы какой? Вы какой? Я не знаю какой. Ну, разный. Вы знаете, но я вам одно хочу сказать. Можно все, мне кажется. Я далеко не идеальный. Мне кажется, он очень властный, творческий человек. Мне так кажется. Почему же вы так властны? Вы знаете, я наоборот. Вы знаете, я временами мягкий, но до какого-то предела. Вы знаете, я очень люблю своих детей. И я считаю, что только в любви можно воспитать нормальных детей. Нормальных – это каких? Успешных. Успешных. Нет, прежде всего… Честных и совестливых. И совестливых, да. И я… Вот мне важно, чтобы сын был мужчиной и, вы знаете, не был лицемером и не делал подлости. То есть он должен быть похож на вас? Или вы не хотите, чтобы он был похож на вас? Он другой должен быть? Я знаю одно. Я знаю одно. Хочу я того или нет, чтобы он был похож на меня или не похож на меня, он все равно будет похож на меня, потому что… Он воспитан в этих ценностях. Есть еще такая вещь, когда мой отец родился, когда мой отец был еще жив. А остальные дети родились, когда уже отца не было, да? Или там вот моя тетя, у которой я воспитывался. Я вот за детьми наблюдаю, они не видели этих людей. Но какие-то жесты, какие-то взгляды, какие-то вещи, которым ни на одном актерском мастерстве не научишь, они поступают абсолютно… Это великое заблуждение, что нам кажется, что каждый из нас проживает свою жизнь с чистого листа. Хотим мы того или нет, мы повторяем и плохое, и хорошее наших предшественников. Я знаю, что он будет похож на меня, он будет повторять мои ошибки. Он будет копировать, почти копировать меня, наверное, в моей нездержанности. Вот, в моем… Вот, если я люблю, значит, я люблю до конца. А могу спросить, как вы компенсируете вот вашу нездержанность? Не знаю, как распоряжается ваша жена деньгами? Сколько вообще на красоту она тратит? Как вы балуете их, дочерей? Вы знаете, вот все то, что касается денег, я во все это не вникаю. Вы зарабатываете? Отдаются в семье. Ну, я вам хочу сказать, мне очень повезло, потому что, мне кажется, моя жена, она достаточно сдержанная в то, что… То, чего касается, ну, как бы… Трат? Трат, да. В отличие от дочерей, которых она воспитывает, да? Сколько вы зарабатываете в месяц? По-разному, 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 потому что я зарабатываю столько, сколько… Я продаю свои мозги и продаю свое ремесло. Слава, слава Всевышнему, что мне еще платят, что я востребован. Да еще как востребован. Недавно такой замечательный фильм сделал, последний фильм. Вы знаете, в Казахстане, я хочу вас разочаровать, в Казахстане человек, который режиссер, продюсер, за исключением, может быть, каких-то отдельных случаев, человек, который… Когда нет киноиндустрии, когда нет проката, казахский режиссер и продюсер, если у него нет, ну, так скажем, стабильного, мощного спонсора, навряд ли он очень-очень богатый человек или очень обеспеченный человек. Вот. Поэтому особенно вкладываю… Вы знаете, я сейчас очень много времени уделяю молодым кинематографистам. Я в них вкладываю, потому что… За ними будущее. Ну, и ваш опыт… Это как раз, да, тот вопрос, который я хотела задать или обсудить с вами. Ну, это да, пусть это нематериальное богатство, но тот опыт, который есть у господина Азимова, я не знаю даже, ну, по пальцам пересчитать количество людей, которые прошли столько. Вы выходили еще в советское время на этот рынок киноиндустрии, мало того, у вас колоссальный опыт документалиста, и те темы, которые были первые, они сразу были спорные, неудобные, и вам было не так просто с самого начала. То есть получается, что действительно этот стержень, который сейчас мы уже начинаем чувствовать, да, он был заложен еще, как вы говорите, генетически. То есть та тема про Чабанов, про наш Орал, да, все это нужно было двигать, где вы брали энергию, где вы черпали вдохновение. Где-то тема, которая заставит Азимова бросить все, даже то, что не хватает финансов, денег, возможно, на этот проект, но вы схватитесь за эту тему и дотащите ее до конца. Тем более у вас такие возможности. Международный уровень, где Пардье ваш друг, ну просто друг, вы общались уже не только на площадке. Что вас волнует? Вопрос очень объемный. Ну вы знаете, какие силы, какое вдохновение. Когда ты реально понимаешь, что не сняв, не сказав своего слова, не сняв эту картину, ты ее должен снять, и ты ищешь возможность реализоваться. К примеру, когда я снимал вот эту картину о Чабанах, это был 82-й год, как мы говорим, эпоха развитого социализма. Был жив тогда Леонид Ильич Брежнев. Представляете, девчонки, это вообще было опасно снимать это. Сегодня все по этому поводу иронизируют, пытаясь, в том числе и мои коллеги, пытаясь показать из Брежнева какого-то уже стареющего маразматика. Но была система, была коммунистическая партия и руководящая роль коммунистической партии. И была цензура. И когда я начинал эту картину, мне говорили, что ты сумасшедший. Ты никогда не сделаешь этой картиной. Но я хорошо помню встречу с директором совхоза Алматинской области, был такой совхоз Юготинский, Сагныш Еспергенов. И вот когда я ему рассказал о том, что мы хотим от Джайляу, от Пазбищ пройти с чабанами и сатарами овец до местного комбината, он мне сказал, слушай, если тебе даже не дадут финансирование, я, говорит, соберу у чабанов своего совхоза, ты начинай снимать это кино. Мы две недели шли от Джайляу до местного комбината в Уштобе. Еще пять дней стояли у ворот этого местного комбината. То, что было на экране, единственное, что я единственный раз в своей жизни процитировал генерального секретаря. Больше я ни одного генерального секретаря никогда не цитировал. Я привел его цитату как бы в надежде, что картину все же увидит экран. Открытие дорогу чуть-чуть. Да, но когда здесь проходил всесоюзный кинофестиваль фильмов на сельскохозяйственную тему, и члены жюри увидели картину эту, и на следующий день их принимал Димаш Ахмедович Кунаев, они к нему обратились с просьбой, чтобы эту картину включили в официальную программу от Казахстана. После этой встречи меня вызвал председатель Госкино, человек, который поддерживал эту картину, который был, ну так скажем, человеком, который очень хотел, чтобы эта картина вышла на экраны. Олзас Амадович, он меня вызвал и сказал, Сергей, этого фильма в природе нет. Его нет в природе. Никакие фестивали, ничего. Но эта картина в кинематографических кругах Советского Союза нам не принесла известность. Эту картину так до сих пор никто не показал ни разу, ни на телевидении. Ее показывали только на пленумах, ее показывали на закрытых просмотрах, ее показывали в подшколе. Почему сейчас? Сейчас же в другое время можете положить интернет. Я больше вам того скажу, что один журналист, делая картину об этой проблеме, взял мой фильм, но он его так вот перемонтировал, переделал. Я когда увидел эту передачу, а он мне звонит. Слушай, скажи мне спасибо, что я показал твою картину. Я говорю, имени не буду называть. Вы знаете, вы меня старше, я к вам хорошо отношусь. Если был бы другой, я подал бы в суд. Утеряно душа было, зерно, все ушло. Вы знаете, он все сломал. Когда я начинал картину об Орале, в течение нескольких лет сценарий передвигали из года в год. А потом, когда вопрос стоял так, или мой фильм запускает, или фильм другого, тоже очень хорошего режиссера и хороший сценарий, естественно, значит, запустили не меня, а, значит, человек, который курировал все документальное кино Советского Союза, он мне сказал, пока я здесь, ты никогда не снимешь эту картину. Я сказал, вы знаете... Открыто в лоб. Отчего он боялся, скажите, пожалуйста. Отчего он боялся, скажите, пожалуйста. Ну, вы знаете... Вы поднимали темы... Вот у меня эта картина... ...это сложности. Эта картина, она вышла в 90-м году, еще был Советский Союз. В финале у меня есть такие кадры, да? Кладбище кораблей в Муйнаке, в Каракалпаке. Такая панорама Украины, Белоруссии, Эстонии, Таджикистан, Узбекистан. Мы делаем панораму. А так случилось. То есть, ребята мне потом позвонили и сказали указание руководства, высшего руководства Узбекистана, все эти корабли распилить на металлолом и вообще стереть с лица земли и с памяти, потому что эти журналисты из Европы, Японии, Америки приезжают и все время снимают от кладбища кораблей. И мы прилетели на Ан-2, сняли, как распиливают, и в финале я первым, кто на экране разрушил Советский Союз. Вы можете себе представить, да? Да. Ну так вот сегодня, очень смелый человек. А почему вы сейчас эти ленты не выложите в интернет, чтобы люди знали ваше творчество? Да, вы знаете, эта картина, вот Жахтау, хроника Мертвого моря, она мне принесла, ну, по-настоящему, вот, когда вдруг я проснулся... Когда поднялась тема, тема в интернетах. Она ездила без меня тогда, как бы, она получила гран-при в Болгарии, потом гран-при в Чехословакии, и уже французы меня пригласили, значит, я приехал, весь оплаченный, такое, знаете, и тоже гран-при. У нас тогда не было денег. Первые инвестиции смотрели люди картину эту, да, в международных, финансовых, в том числе, в крупных структурах, которые занимаются экологией, потому что любой международный проект и любые крупные инвестиции, их нужно аргументировать, их нужно инвесторов убедить. И эта картина была очень таким серьезным аргументом и доводом. Картина, которая показана была в многих странах мира. Оборали тогда, многие писали, многие говорили, многие снимали. Мое отличие, отличие моей картины от других, очень хороших картин, в том, что эта картина не из вне, а изнутри. Потому что я родился и вырос. И для меня, я в 85-м году написал сценарий, и только в 89-м году я начал съемки. У меня в первой экспедиции 90% брака было, в том числе и пленочного в основном. Из-за песка? Песок попал на пленок? Нет, пленка плохая советская была. И я на следующий год переснимал практически. Вот такая страсть к этому фильму. Но ты знаете, я вот все-таки хочу уйти оттуда, прийти сюда. Что сегодня? Про что сегодня? Вот что мы с девчонками скоро увидим? Нет, я просто немножко хочу закончить тему этой картины, потому что этот экологический вопрос, он остро стоит и на сегодняшний день. Почему мы не можем показать эту картину сегодня? Сейчас? Нет, давайте. Нет, нет, вы знаете, ее показывали. Я хочу, чтобы все равно творческий процесс не стоял на месте. Художественный фильм. Художественный фильм, документальный фильм, но именно то, что волнует сегодня, сегодня, когда можно все. Давайте о женщинах поговорим. А можно я? Мне так интересно. А может быть, тема, тогда получается, женская тема, это и есть сегодня то, что творчески вас вдохновляет? Тема семьи, тема любви. Ирина, у меня есть тогда вопрос. Снимали ли вы фильм или посвящали ли вы когда-либо фильм своей супруге? И какой фильм? Снимали ли вы фильм или посвящали ли вы когда-либо фильм своей супруге? И какой фильм? Единственный раз она снялась в кино. Она снялась? Да. Она снялась в кино, как это было. Я делал фильм, который называется «Менабайда кедим». Я называю Абая отцом. Мне очень повезло, что я снял Хаима Мухаммедханова, исследователя творчества Мухтара Мархановича Ауазова, человека, который был осужден на 25 лет с лишением гражданских прав на 5 лет. И когда он мне рассказывает о том, что я был счастлив, что меня не расстреляли, потому что именно с 1949 по 1951 год в Советском Союзе был мораторий на смертную казнь. Только заодно, что он не предал Айвазову, что он не оклеветал его. А его пытки, я смог этих людей запечатлеть. Так же, как я смог отснять Хасима Хасенова. Но не просто отснять, где он не рассказывает о том, как он героически воевал в партизанских отрядах. Я сделал картину об их любви со своей супругой, женой Асалапаевым. Они прожили более 70 лет. И вы знаете, когда его забрали в армию в 1939-м, он вернулся через 7 лет. Мы начали съемки, и случилась вещь такая. Какая-то неопытная девушка-водитель сдавала назад, но не посмотрев, сбила ее. И пожилая женщина оказалась в больнице. Мне мой ассистент прибегает. Ну что, будем картину консервировать? Асалапаев в больнице. Я говорю, ты знаешь, вот теперь мы начнем снимать. Это было второе в жизни их расставание. И вы знаете, сильный мужчина, мужественный, суровый, когда он к ней приходит в больницу, и вот эта их встреча, замечательный оператор Вячеслав Сачков, все это успел заснять. Он снял это, и видно, что это вот это вот состояние. Первое реалити, да? Реалити, то, что сейчас называют. Вот. А получилось так, что у внучки Абая был день рождения. Оператор это снимал. Очередной день рождения, и, кажется, 87 исполнилось. И, как бы, ну, моя супруга спела песню, я считаю, что одна из лучших песен Абая, «Жесть сюндет жаргай». И оператор снял это, и этим я картину заканчиваю. Ну, там есть и смысловая, и лирическая, и настроенческая нота. Вот единственный раз она в картине, и то только потому, что ее снял оператор. Вы знаете, я думаю, что... Это случайность, случайность и не случайность. Вы знаете, можно любить и за кадром. Я считаю, что... И вообще, я могу сказать, в кино, особенно в неигровом кино, в документальном, самое интересное зачастую иногда происходит за кадром. И вот эта жизнь в кадре и за кадром, как ее органично сочетать. Потому что вот жизнь за кадром, это вот есть наша жизнь. Я очень благодарен своему отцу, который научил меня самому главному. Он научил меня уважению к женщине. Она абсолютно понимает, что вот этот мужчина не подведет. Вы знаете, когда вот смотришь на женщину, которая тебе нравится, ничего не надо говорить. Она все понимает. Но мужчины находятся в великом заблуждении. Им кажется, что они... Мужчинам кажется, что мы вас выбираем. Ерунда полная. Женщина выбирает всегда. Это вы нас выбираете. Потом, вы знаете, все делаете так, как... Мы ничего не понимаем в этом. Волшебник называет. И нам кажется, что мы вас выбрали. Вот. Но выбрав нас, вы нас ставите еще в большую зависимость. Потому что, я не знаю, как в других странах, но в той стране, в которой я прожил определенное количество лет, я понимаю, что женщина... И это нормально. Она более зависимое, социально зависимое существо. Я прошу прощения, что я про женщину говорю, существо. Боже упаси, чтобы вы подумали, что я такой белый, пушистый. Нет. Нет. Но, вы знаете, мудрость женщины в том, что если ты в главном нормальный, и у нее есть душа, и еще немножко, чуть-чуть, там... Много не надо. В голове, да. Много не надо, девочки. Хотя бы слегка. Хотя бы слегка. Она тебя простит. Только этим нельзя злоупотреблять. Вы знаете, нормальный человек, это не значит, что он все делает правильно, нормально. Я думаю, что каждый из вас от очень нормального, правильного, стерильного человека через полгода сбежит. Сбежала. Вот. Но... Это неинтересно. Женщина может простить все мужчине, кроме вот этого, когда он прогибается и когда он халуй. Когда он... А сегодня многие халуи компенсируют это тем, что они женщин покупают. Слава Богу, что вот женщины умеют прощать. И поэтому мужчины себе позволяют иногда быть за то, что им потом... За что им бывает очень-очень стыдно. Вот. Я вам хочу сказать, что если попросить мою жену рассказать обо мне, честный, откровенный, она расскажет, да, не называй имени. И вы сядете и скажете, боже мой, это же злодей. Это же какой-то там, диктатор, деспот. да. Но я их очень-очень всех люблю. Это видно. Наверное, поэтому вы такой. Раз вас так сильно это волнует, я так думаю, что это и есть тема для ваших проектов. Три дочери, да? Три дочери. Вот. Я больше всех, конечно, люблю младшую. Средняя дочь очень сильно переживает до сих пор. Потому что когда родилась средняя дочь, и Дамиля родилась через 10 лет. И представляете, она была хозяйкой. 10 лет на троне. Да, на пенистане, девочка. И вдруг, ну, вы знаете, может быть, это вот городской менталитет. А вот в больших семьях, и вообще, я считаю, что мы сделали большую ошибку, что у нас между детьми перерывы. Надо было без перерывов там в течение двух-трех лет. И тогда, может быть, если было бы не так мало детей у нас, как сейчас, да. А сколько у вас точно детей? Вообще, казахи точно никогда не говорят. Потому что... Про это и вопрос, да? Потому что, вы знаете, чтобы достаток не ушел. Обычно нормальный казах говорит трое-четверо, я вам скажу, у меня четверо-пятеро, да? Но если бы у нас было бы не четверо-пятеро, а семь-восемь, и промежутки было бы меньше, может быть, у детей между собой в их взаимоотношениях было меньше эгоизма. Я знаю, что ваша дочь работает с вами в Тонарис Продакшн. Это новая компания, которую вы создали буквально пару лет назад, да, и она была одним из затейников. Я знаю, что ваша дочь работает с вами в Тонарис Продакшн. Это новая компания, которую вы создали буквально пару лет назад, да, и она была одним из затейников или затейницей этого бизнеса. Ну, во-первых, не пару лет назад. Уже четыре полнометражных проекта в том числе, и вот «Нежданную любовь» с Депардье. Мы сделали замечательную картину с Ахтаном Арым Кубатом по сценариуму Ахсена Махмальбафа. Это вообще круто, я читала тоже. Это картина, которая получила призы на очень-очень престижных фестивалях. Мы сделали вот последнюю картину, которая называется «Однажды в детском доме». Или «Рождество», по-моему, да? И я уже не говорю о документальных проектах, я не говорю о том, что мы уже седьмой год будем проводить международный кинофестиваль «Бастал». Это фестиваль дебютных и студенческих фильмов. Я вам одну вещь хочу сказать. Я еще как бы веду курсы, высшие курсы, мастерские в нашей академии. Как педагог. Да, как педагог. И картина вот нашего ученика с Ираклием Кверикадзе, Ельзата Искандера, на прошедшем Пусанском кинофестивале, а он входит вот не просто в класса, а я считаю, что это самый крупный фестиваль в Азии. Он в пятерку самых именитых в Каннский, Венецианский, Токийский, Берлинский и Пусан. Вот наша картина двадцатиминутная. И это его дипломный фильм. Она получила гран-при. Под вашим руководством. Да. И вот в такие проекты не жалко вкладывать свои деньги, которые... Я не бизнесмен. Это деньги, которые заработаны кровью и потом. Я мог бы эти деньги потратить на семью. И то, что я трачу на поддержку молодых и на продюсирование, я вас уверяю, у моей жены это большой радости и энтузиазма не вызывает. Ну, как у всяких женщин. Это хорошее кино за пять копеек не снимешь. Но мы сняли за очень-очень небольшие деньги. А как вы относитесь к творчеству Аскара Узабаева? Смотрели фильм «Гламур для дур» или к творчеству Аскара Бесембина, «Свадьба на троих»? То, что сейчас очень популярное кино и очень хорошо окупается в кинотеатрах? А как вы относитесь к творчеству Аскара Узабаева? Смотрели фильм «Гламур для дур» или к творчеству Аскара Бесембина, «Свадьба на троих»? То, что сейчас очень популярное кино и очень хорошо окупается в кинотеатрах? Мне гораздо интереснее как профессионалу и человеку, который что-то понимает в кино наблюдать эволюцию этих ребят. Они не вот все эти три имени это ребята, которые пришли в кино не только для того, чтобы зарабатывать деньги. я уверен, что они пришли, чтобы сказать свое слово. Они развиваются. Я вижу за ними у них вот этот процесс роста и становления. И очень хотелось бы, чтобы они нашли в себе мужество все же сказать свое слово и снять свое кино. Потому что можно быть успешным. Мы же знаем примеры литературы, когда одновременно с Чеховым, Достоевским или Толстым было много очень известных писателей в Российской империи, которые тогда были гораздо популярнее. Но кто помнит те имена достаточно мастероведых литераторов, все помнят Достоевского и Чехова, мне бы очень хотелось, чтобы они смогли сказать свое слово, чтобы они сняли то кино, которое заставляет человека не только получать удовольствие и поднять настроение, но и то кино, которое заставляет думать и размышлять, взывает к совести. Вот если это им удастся, а я думаю, что это зависит только от каждого конкретного человека и творческой личности. Вот он хочет, он сделает. Вы знаете, не потому, что я такой хороший, но мне говорили, что ты этот фильм оборали никогда не снимешь, а я знал, что я его сниму. Я им хочу этого пожелать. Спасибо. А в чем задача вашего творчества? Ну, здрасте, если бы я знал. Вы знаете, в принципе, кино это удовлетворение личного тщеславия за счет бюджета или за счет денег людей, которые в тебя поверили. Показываешь свое кино, и люди подходят и начинают говорить, может быть, не только о сюжете, не только то, что они увидели на экране, но они начинают говорить о каких-то вещах, которые для них очень важны. И ты видишь, вот, ну, не катарсис, но родство, вот, душ, единение, я вижу, что эти люди способны что-то делать полезное и нужное. У них все с совестью нормально. Вот, когда ты это видишь, ты понимаешь, в общем, как бы, ты занимаешься, наверное, нужным делом. Хотя, кому что, да? перед нами философ сидит. Да, у вас невероятно интересно слушать. Просто такой маленький еще, я бы хотела сказать, что у Сергея Зимова во время фильмов, я это слышала от вашей дочери, во время съемок фильмов случаются чудеса. Можно, пожалуйста, рассказать про последний фильм, вкратце, какое чудо случилось в последнем фильме? Ну, вы знаете, чудо или не чудо, но эту картину снимало два молодых режиссера. один мой ученик Ираклия, а второй парень Руслан Магомадов, он россиянин, он закончил высшие режиссерские курсы в Москве. И вот девочка, которая в фильме играет, которая, ты смотрела, перерезает вены, случилось так, что нужно было ей срочно делать операцию на сердце. Операция прошла успешно, и мы ее все как-то очень опекали, мы к ней бережно относились, и вот это произошло самое удивительное, мы всех этих детей очень любили, детдомовских, и до сих пор общаемся, но Руслан к ней как-то по-особому привязался, и когда он ко мне пришел и говорит, я хочу удочерить эту девочку, вот, вы знаете, сегодня у нее есть и мама, и папа, есть у нее свой дом, и может быть, ради этого, наверное, стоило снимать эту картину. Браво, как хорошо стало сразу. У нас вот такой вот подарочек к вам. Ух ты. Что бы вы сделали с этим подарком? Я подарю это жене, потому что она водитель, я машину водить не умею, кум гениально, представляете, Мы это хотели подарить вам как символ того, что вы луч света. Ну вот. Луч всех всем нам царты. Спасибо большое. Слушайте, спасибо огромное. Елки-палки. Вы симпатичны, талантливы и харизматичны? Мечтаете освоить навыки ведущего и блистать на телеэкранах? Казахстанская медиа-академия приглашает вас в старшую группу курсов «Ведущий интервьюер» и «Ведущий прогноза погоды». Приглашаются желающие старше 25 лет. В программе обучения, уроки по технике речи, ораторское и актерское мастерство, работа над экранным образом, развитие навыков общения перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами и, конечно, настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Запись на кастинг по телефону в Алматы 317-19-86. Ребят, я что-то недоволен, какой-то я весь правильный такой получился. Нет, наоборот, вы шутили очень много, что и подчеркивали, что не думаете, что я белый пушистый. Там есть хорошие фразы, которые, да, перевес. Некоторые могут подумать, что у вас много мус есть, и что вы изменяли своей жене даже. Да. А еще я мог влюбляться по нескольку раз. Вы мне покажите мужчин, который бы не изменял. Ну, в общем, ваша жена после этой программы. Извините. А я разве сказал? Нет. Чего он нам что-то говорил? Я вообще, да. Я о мужчинах, которые говорят, да, я изменял. Но вы знаете, есть какие-то вещи, которые только твои. И ты не должен об этом рассказывать. Вот в этом мое великое убеждение. Все вмещаемся? Прям классно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok